Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева и сегодня мы говорим об анестезии, основной, вторичной, которой мы работаем и которая всех так интересует. Вот у нас три ингредиента, которые мы смешиваем для того, чтобы она у нас получилась. Вот такие примерно емкости вы можете использовать. Они одноразовые, продаются во многих магазинах, интернет-магазинах. Вы можете использовать, может быть, емкости просто меньшего размера, гораздо меньшего. Об ингредиентах. Действующее вещество лидокаин 10 процентов, ампулы в нем в этой коробочке по 2 миллилитра. 10 процентов, как вы можете определить, что это 10 процентов на упаковке? Во-первых, когда покупаете, вы должны спросить, но многие забывают и просто говорят, дайте мне лидокаин в ампулах. И автоматически фармацевты продают 2 процентный лидокаин. 2 процентный лидокаин вам вообще не поможет, он просто его не будет чувствовать, он не сработает. Вот здесь, смотрите, написано, раствор для инъекций 100 миллиграмм на миллилитр, то есть вот это 10 процентный лидокаин, у вас будет написано 20 миллиграмм на миллилитр, либо 50 миллиграмм на миллилитр, это 5 процентный, но он тоже так себе работает. На самом деле на бровях, допустим, у губах можно вообще полностью без анестезии работать, даже без этой, если вдруг у вашего клиента аллергия, допустим. Но в общем и целом лучше всего, особенно для нервических особ, работать обычным 10 процентным лидокаином. Второе действующее вещество это адреналин. Вот такая коробочка. Адреналин это его синтетический аналог эпинефрин. Всегда написано адреналин на коробке. В некоторых аптеках продается по рецепту, во всех интернет аптеках продается спокойно, то есть найти вы его можете, работать им прекрасно можете. Ампула в два раза меньше по размеру, в сравнению с лидокаином. Адреналин хранится в холодильнике. Насколько я знаю, сейчас появился уже адреналин, который можно хранить не в холодильнике, но вот конкретно этот у меня, это тот, который хранить при температуре не выше 15, по-моему, градусов. Поэтому это холодильник. Он теряет свои свойства. И фенистил гель. Именно гель, не крем, не что иное, а гель. Ну это, как вы видите, от аллергии крем снимает кожный зуд, обкусы насекомых и так далее. Все это вы должны смешать в пропорции 1 к 1 условно. То есть, ну здесь просто вот у нас ампула 2 миллилитра, а здесь 1 миллилитр. Но я говорю 1 к 1, потому что по одной ампуле. На самом деле 10% лидокаин ампула 2 миллилитра, адреналин ампула 1 миллилитр и фенистил гель, кубик. То есть, это примерно сантиметр, выдавленный вами в вашу емкость. Я вам сейчас покажу, это очень просто. Все нынешние препараты открываются легко, не надо их отподпиливать, ничего делать такого. Я обычно вот тряхиваю таким образом, держу пальцами, чтобы у меня не провалилась в баночку и просто вот так выстукиваю весь его. Потому что я не люблю заморачиваться со шприцами, чтобы его оттуда доставать иглой, втягивать. Все, она пустая. То же самое я делаю с лидокаином. Где у меня точечка. Точно так же я держу его и вытряхиваю. Все, она пустая, я ее выбрасываю. И фенистил гель как я уже говорила, будет видно. Примерно сантиметр, может быть чуть больше. Ничего страшного не будет, даже если вы два выдавите сантиметра. И вы закрываете все это крышечкой и перемешиваете. У вас получается такая суспензия. Это и есть ваша вторичная анестезия. Из-за того, что адреналин должен храниться в холодильнике, после работы вы тоже храните свою анестезию в холодильнике. Если этого не делать, она потеряет свойства. Адреналин разрушится и не будет работать. Вот этого количества хватит вам примерно на день, на 5-6 процедур. Спокойно. Дело в том, что вы мажете вот эту суспензию на поврежденную кожу в небольших количествах. То есть, одной капсы, в которую вы наливаете вот эту анестезию, вам хватит на всю процедуру, на любую процедуру. Ну, если, конечно, вы не разливаете и не мажете излишне часто. Действующее вещество это лидокаин. Он обезболивает. Адреналин продлевает действие лидокаина. То есть, он работает дольше. И второе очень важное действие, которое нам помогает в работе, это то, что адреналин сужает сосуды. То есть, вот эта вся белая кожа вокруг бровей, когда вы помажете, это именно сужение сосудов. То есть, такой микроспазм сосудов. И у вас, вы работаете на сухую. Просто вам ничто не мешает. Вся сукровица, всё, оно практически полностью прекращает выделяться. Это огромный плюс. Видно каждый штрих, когда вы работаете такой анестезией. Кожу она не дубит. Стоит, как вы сами видите, копейки. То есть, вот тут 85 рублей, тут 25 рублей. Финистил тоже, не знаю, рублей 150, наверное, стоит. Но это очень большой тюбик и выхватит очень надолго. Вот прям очень просто делается. И пользоваться тоже ей очень просто. Вы просто мажете на поврежденную поверхность. На обычной коже, не поврежденной, эта жидкость не сработает. Абсолютно. Существует такое заблуждение, что лидокаин 10-процентный может вызвать ожог тканей. Это прям ерунда. Почему? Потому что я работаю на этой анестезии уже больше шести лет. В сети студий наших сделано много, не знаю, десятков уже тысяч процедур при помощи этой анестезии. И никаких последствий в виде ожогов не было. Это парамедицинский бред. Более того, 10-процентный лидокаин, разбавленный финистилом и адреналином, уже таким, как вы понимаете, не является. То есть, здесь его концентрация гораздо более низкая. Но срабатывает он отлично, вплоть до полной отсутствия чувствительности. То есть, клиент может даже не понимать, что вы там с ним делаете, потому что анестезия – это очень хорошее. Кожу не дубит, повторюсь. Это максимальное действие. 25-30 минут и вы снова можете подмазать. Чаще не надо, потому что чем чаще вы наносите эту анестезию, тем она все более слабо работает и более короткий срок. Поэтому мажьте примерно через каждые 20-25 минут, не чаще. Эту анестезию придумала не я. Я когда-то давно вычитала о ней на форуме и, как попробовала, с тех пор ею и пользуюсь. Вы должны перед началом процедуры у своего клиента узнать, нет ли у него аллергии на компоненты, теми которыми вы будете работать. Это очень важно. Ну, это вообще, в принципе, обязательное правило. И вы можете прекрасно работать на всех зонах на поврежденной коже этой анестезии. Если у вас останутся вопросы, пишите. С удовольствием вам их на них отвечу. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.